Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня в нашем третьем уроке мы затронем несколько очень интересных тем, которые по-новому заставят посмотреть на этот урок с чисто практической стороны вопроса. Я бы хотел сегодня в нашем уроке поднять четыре очень интересных темы. Первое. Значение слов. Дело в том, что мы сразу затронем название нашего урока, потому что не до конца понимаем правильное значение даже вот этих двух слов. Второй момент. Весть во времени. Вот здесь мы немножко коснемся истории, когда зазвучала эта весть во времени в целом и финиш. Третье. Суть вести. Мы поговорим, что же должно содержать вот эта сама весть, чтобы ее можно было назвать Евангелем. И четвертый момент. Метод донесения. Как, кому, когда, с помощью чего мы можем сегодня это делать. Я хочу сразу оговориться о том, что те, кто желает просто это прослушать, а потом где-то поумничать, то вы просто напрасно тратите время. Возьмите, переключитесь на разборы других блогеров, на другие каналы, потому что этот разбор вам будет совсем неинтересен. Потому что сегодня в нашем уроке мы полезем в самую суть вопроса и будем подходить к нему чисто с практической стороны. Я очень благодарен вам за все ваши оценки, вопросы, пожелания, комментарии, за то, что вы продолжаете подписываться. Я на все пытаюсь честно реагировать, отвечать и как-то все эти вопросы, которые вы задаете, отвечать. Контакты есть на сайте, конспекты, в телеграм-канале, качайте, присоединяйтесь, пользуйтесь. Ссылка там внизу. Итак, у нас сегодня уже третий урок с очень интересным названием. Вечная Евангелие. Мы еще вернемся к теме нашего урока, потому что она очень интересная, и многие верующие не понимают до конца значение даже вот этих двух простых слов. Основной стих, который нам предложен в этом уроке, это Откровение 14.6. Иоанн пишет «Потом я увидел другого ангела, летящего в Поднебесе, с вечной радостной вестью, чтобы возвестить ее обитателям земли, всякому роду, племени, наречию и народу». Первая часть нашего урока будет весьма полезна просто для кругозора. Мы поговорим о значении слов. Рене Декарт, ну, по крайней мере, именно ему приписывают это выражение, как-то сказал такие слова. «Определяйте значение слов, и вы избавите свет от половины его заблуждений». Это весьма правильно и чрезвычайно важно. Почему? Апостол Павел в 1 Коринфянам 14.10 говорит «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения». И вот смотрите, перед нами название темы нашего урока «Вечная Евангелие». Давайте рассмотрим значение каждого слова в этом названии. Вот что означает первое слово «вечная». Когда мы читаем внимательно Библию, особенно в плане вот этого употребления слова «вечная», то в Библии вы можете найти три значения. Когда идет речь ни начала, ни конца, это применительно только к Богу. 1 Тимофея 6.6, Иеремия 10.10. Второе значение, когда идет речь о конкретном отрезке времени, определенной жизнью кого-то. Много текстов. 1 Хроник 28.4, Езекииля 37.5. Там идет речь конкретно о царе Давиде, который будет на царстве вечно, но он умер. То есть «вечно» — это в смысле, сколько человек прожил, конкретный человек. И есть третье значение этого смысла, идеи вот этой «вечно» — в смысле последствий. Когда мы читаем седьмой стих Иуды, там идет речь об огне вечном над Содомом и Гоморрой. И вот теперь три значения использования слова «вечный». Мы начинаем что-то понимать, но еще не до конца, потому что у нас самое интересное будет немножко дальше. Вот какое значение второго слова «евангелие»? Когда мы говорим вообще или вспоминаем это слово «евангелие», беря еще историю до Христа, до нашей эры. И когда мы смотрим греческий язык и историю появления этого слова, то есть снова три значения, очень интересное значение в греческом языке до христианского периода. Первое значение — «вестник». Ну, вроде здесь никаких вопросов нет. Второе значение — награда «вестнику». Ну, это типа лаврового венка, как на Олимпийских играх. То есть все знают, что этот человек конкретно принес хорошую весть. И третье — «суть вести». А вот здесь интересно. Дело то, что сегодня бытует какое-то мнение, я не знаю, откуда они взяли, весть, вернее, идея о том, что «евангелие» — это когда в какой-то греческий город прибегал гонец и говорит «О, хлеб привезли». Потому что каждый город — это был как город-государство, он был закрытый. И если морем доставляли пшеничку, считалось, что это Евангелие. Нет. Вы можете найти в интернете, я могу ссылку в телеграм-канале, если надо дать. В подавляющем случае Евангелие дохристианском мире — это когда вестник приносил идею о победе и все то, что было с этим связано. И вот теперь, если связать эти два слова — «вечное Евангелие», то что мы имеем на выходе? Вот давайте посмотрим на слово «вечное». Как мы его должны понимать? Есть у слова «евангелие» начало и конец? Я не вижу. Поэтому из трех значений «вечное» в смысле Евангелия надо понимать «последствия». А в каком значении нужно понимать Евангелие. А вот теперь интересно, если мы что-то делаем или говорим для людей и доносим, и там нет сути победы, то все, что вы делаете в миссионерской работе — это что угодно, но это не Евангелие. Это раздача газет, это чтение Библии — это не Евангелие. Даже когда мы кормим людей, это благотворительность, но это не Евангелие. Евангелие, если мы смотрим в контексте, откуда это слово появилось, это когда я сам пережил победу во Христе, когда я живу как победитель и зову к этому других. Все остальное — это не Евангелие. У вас, может быть, эта идея немножко шокирует, но если подумать, в действительности это так и есть. И об этом важно каждому из нас задуматься, причем очень крепко. Вторая идея в нашем уроке сегодня — «Весть во времени». Мы вот, если взять отрезок времени, посмотрим вопрос начала и вопрос финиша по поводу Евангелия или вечного Евангелия. Когда мы читаем Откровение 13 главу 8 стих, Иоанн пишет, «Ему поклонятся все жители земли, имена которых не вписаны в книгу жизни Ягненка, предназначена в жертву прежде, чем создан был мир». Этот текст говорит о том, что сама идея Евангелия появилась до творения нашей земли. Другими словами, как только возник грех, то сразу же был продуман план решения этого вопроса. А теперь, если касается вопроса именно нашей земли, что можно сказать по этой теме? Когда и как Евангелие прозвучало на нашей земле? Когда мы читаем Бытие 3 главу 15 стих, мы читаем такие слова, «Тебя и женщину я сделаю врагами, и дети ваши будут врагами друг другу. Стын ее голову тебе разбивает, а ты жалишь его в пяту». Другими словами, читая 3 главу, мы видим, это произошло немедленно после грехопадения Адама и Евы. И тут же была показана история этого развития, развития Евангелия, развития победы в жизни тех, кто пожелает присоединиться к победе Христа. Но когда мы начинаем вспоминать эту историю, вот самого развития Евангелия по времени от Адама, вы просто подумайте, насколько это было непросто. Первый конфликт между детьми Адама произошел, Библия говорит, сразу же после одного богослужения. Вы просто вдумайтесь, вот когда Айн сразу же после жертвоприношения берет и расчленяет своего брата. Вы представьте, насколько сильно это ударило по психике Адама и Евы. Библия говорит о том, что они очень серьезно продолжали налаживать отношения с Богом уже аж после рождения внука от Сифа. Ну так написано в последнем стихе 4 главы бытие. А это прошло не менее 235 лет. Вы просто представьте, насколько тяжело Евангелие приносит победу даже в жизни Адама и Евы. Мы посмотрели это время начала, начало движения победы или Евангелия в жизни некоторой части населения нашей земли. Давайте теперь посмотрим на конец или на финал этого движения. И Библия и Дух Пророчества говорит нам о том, что будет два времени закрытия двери благодати. Первый происходит сейчас и затрагивает в первую очередь верующих или тех, кто столкнулся уже с истины. Для них это время оканчивается сейчас. Мне нравится интересный текст в Иезекииле 9.4. «И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающих среди него сделай знак». В оригинале, когда мы читаем, там говорится «постав букву Таби». Табь – это последняя буква еврейского алфавита. Это говорит о том, что Бог даёт приказание ангелу о людях, которые переживают очень сильно грехе, что их характер уже сформирован, добавить уже нечего, они запечатлены, дверь благодати закрыта. Интересно, Дух Пророчества говорит на эту тему. Это 1888 год, материал и четвёртый том, глава 176. Она говорит, «Мы приближаемся к концу мира, но для некоторых из них закрытие двери благодати может быть ещё ближе». Ещё одна интересная цитата опять же на эту тему. «Какое-то время после разочарования 1844 года я считала, наряду со всеми адвентистами, что дверь благодати навсегда закрыта для мира». Я придерживалась этого мнения до того момента, как мне было дано первое видение. Именно свет, данный мне от Бога, и позволил нам увидеть истину в этом вопросе. Я и сейчас верю в теорию закрытой двери, но не в том смысле, которое до этого времени придерживались мои оппоненты. И она дальше интересную вещь говорит, «Закрытая дверь была во времена Ноя. В те времена Дух Божий был отнят от грешного рода человеческого, погибшего в водах потопа. Сам Бог дал Ною весть о закрытой двери. Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Закрытая дверь была во дни Авраама. И она говорит, «Милость Божия оставила жителей Содома, и все они, кроме Лота с его женой, двумя дочерьми были поглощены огнем, посланных с небес. Закрытая дверь была во дни Христа. Сын Божий объявил неверующим евреям того времени, «Оставляется ваш дом пуст». И обозревая весь ход времени, вплоть до последних дней, Бог устами Иоанна провозглашает об этой же бесконечной силе. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. В видении мне было показано, и я, она говорит, поныне верю в это, что в 1844 году также была закрытая дверь. Все, кто видел свет вестей первого и второго ангела и отверг этот свет, были оставлены во тьме. Те же, кто принял этот свет и обрел Святого Духа, который сопровождал провозглашение небесной вести, кто впоследствии отрекся от веры и объявлял свой религиозный опыт заблуждения, тем самым отвергли Дух Божий, и он больше не взывал к ним. Те же, кто не видел этого света, не несут вины за его отвержение. Дух Божий не может достучаться лишь до тех, кто пренебрег светом с небес, а среди этих последних были, как я сказала, и те, кто отказался принять весть, провозглашенную им, и те, кто приняв весть, впоследствии отрекся от веры. Они могли иметь весть благочестия, объявлять себя последователями Христа, однако не обладая живой связью с Богом, они впали во власть сатанинских обольщений. Именно эти две категории людей были показаны мне в видении. Те, кто объявил обманом свет, которому они последовали, и нечестивые мира сего, которые тоже отвергли свет, и поэтому отвергнутые Богом. Это избранные вести, первый том, пятый раздел. Но и для тех, кто еще не услышал весть о спасении, для них еще есть шанс, во время которого, когда они услышат призыв Евангелия, они могут откликнуться и быть спасены. И они переживут в Евангелии вот эту победу, победу в своей жизни, на личном опыте. И только потом, после их выбора, дверь благодати закончится уже для всего человечества. Когда мы читаем Откровение 15.8, Иоанн говорит, «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». И Елена Вайт, когда описывает эту историю, как будет закрыта дверь благодати для всего человечества, говорит так. «Точно так же будет закрыта дверь благодати, когда Христос завершит свое ходатайство за виновный род перед вторым своим пришествием на облаках небесных. Тогда божественная милость не будет уже больше удерживать нечестивых, и сатана приобретет полную власть над теми, кто отверг благодать Божию. Тогда они попытаются уничтожить народ Божий, но подобно тому, как Ной был укрыт в Ковчеге, так и праведники будут защищены божественной силой». Заметьте, Христос еще не приходит на землю. Еще будут изливаться язвы. Будут происходить некоторые последние события на нашей земле, только потом приходит Христос. И проходит еще тысячи лет на небе вместе с победителями, тем, которые приняли Евангелие, которые его пережили в своей жизни. И потом идет возвращение победителей на землю вместе со Христом. Приходит конец греху, злу, и, наконец, Евангелие или окончательная победа. Мне нравится, как заканчивается пятитомник «Великой борьбы». Последняя, буквально короткая цитата. Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости. От того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики. Все одушевленное и неодушевленное в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашает «Бог есть любовь». И теперь у нас третья часть разбора. Она будет не сильно большой, но очень важной и интересной. Вот суть вести. Вот что же проповедовать, чтобы это реально было именно Евангелие? Дело в том, что сегодня многие верующие этот вопрос понимают совершенно неправильно. Даже можно сказать не по-библейски. Какая же будет правильная весть Евангелия, которую я должен нести людям? Вот в следующем отрывке я хотел бы затронуть и метод, и суть проповеди Евангелия другим людям. Это записано в Деянии в 20 главе с 18 стиха. И когда они прибыли, он сказал им, «Вы знаете, как я жил все время, что был с вами с первого дня моего прибытия в Азию. Я служил Господу со всей смиренностью и слезами через многие испытания, выпавшими на мою долю по злоумышлению иудеев. Я не колебался оповещать вас обо всем, что могло быть полезным для вас. И проповедовал всенародно, и в каждом отдельном доме, иудеям, и грекам равно. Я свидетель стал о раскаянии и обращении к Богу, и о вере в нашего Господа Иисуса». Если мы внимательно посмотрим на этот отрывок, мы видим интересные детали. Вообще, сам метод и что такое Евангелие? Ну, сначала о методе. Апостол говорит жить с людьми, то есть никакой дистанции, это открытость, как и Христос жил с учениками. Второе. Служиться смирением. Заметьте, никакого опломба, заносчивости. Я что-то знаю из Библии, а ты не знаешь. Третье. Встречать испытания со слезами. Не перед людьми, а перед Богом. Затем, без колебаний, свидетельствовать или доносить любую информацию. Нравится нам, не нравится, это время для этого или нет. Дальше апостол говорит доносить то, что будет полезно. Заметьте, не то, что вносит какой-то разлад, чтобы происходили какие-то диспуты, а то, что полезно. Дальше он говорит, проповеди должны быть публичными и индивидуальными. Никакого разделения на категории слушателей, это верующие или неверующие, то есть равно относиться ко всем. А вот теперь суть. И вот когда мы говорим о Евангелии или о свидетельстве, она состоит, очень важно, из личного опыта раскаяния, момент, как я обратился к Богу. Третий важный момент. И как я живу с Богом сейчас. Вот что такое суть Евангелия. Все остальное – это не Евангелие. И вот теперь у нас последняя часть в нашем уроке. Метод донесения. Вообще, как это должно происходить? Вообще, каким образом мы должны вечное Евангелие доносить людям? Считаем Деяние 1.8. «Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии и до самых пределов Земли». Заметьте интересную вещь. Там написано «Семья», «Соседи», «Город», «Область», «Страна», «Мир». Вот такая последовательность. А теперь возникает вопрос «Как?». В свое время Франциск Азийский и почему-то именно ему приписывают это выражение. И он сказал на эту тему следующую фразу. Он говорит «Проповедуйте Евангелие всегда, если необходимо, используйте слова». Вы понимаете, о чем речь? Здесь он говорит о том, что Евангелие или метод донесения Евангелия – это в первую очередь, как мы живем. А слова просто объясняют потом, почему мы так живем. Я бы хотел несколько штрихов по поводу именно миссионерской работы, как она должна происходить. Эта история записана в Деянии 11 глава с 19 по 24 стих. В Библии мы читаем о те, что бежали от гонений, начавшие после смерти Стефана, добрались до Финикии, Кипра, Антиохии и повсюду возвещали слово. Но одним только иудеям и никому больше. Однако среди них были другие, родом с Кипра и Кирены, которые, пойдя в Антиохию, стали говорить также с язычниками, сообщая им радостную весть о Господе Иисусе. С ними была Божья сила, и великое множество поверовавших обратилось к Господу. Слух об этом дошел до Иерусалимской церкви. В Антиохию был послан Варнава, и когда он прибыл туда, он сам увидел милость Бога и обрадовался. Он призывал всех хранить верность Господу всем сердцем. Варнава был очень хороший человек, исполненный Святого Духа и веры, и к Господу пришло еще немало народа. Когда мы читаем этот отрывок, вот с 19 по 22 стих, это как бы общая информация. Беседуя с людьми, они начинали проповедовать о Христе. Заметьте, что произойдет. Если мы начнем вот так делать, с нами будет сила Божия. Это как бы убедительность. И как результат, много людей смогут обратиться к Господу. А если они обратятся к Господу, они начнут веровать или доверять Ему. То есть у этих людей уже будут личные опыты. И это как будет распространяться или через проповедь, или в виде слухов, или новостей. А дальше уже начинается детальная информация с 22 по 24 стих. Интересная личность появляется. Варнава. Если перевести с греческого, это сын утешения. Ну так написано в Деянии 4.36. А это уже говорится о его характере. И здесь Библия четко подчеркивает, что Варнава, он добрый человек. Еще больше о его характере. Дальше. Варнава исполнительный. Его послали помочь посмотреть, он пошел. Дальше. Варнава радуется, что свидетельство других имеет результат. Заметьте, никакого намека на ревность, какие-то амбиции. И вот теперь Варнава присоединяется к этому служению с просьбами о полном посвящении. Потому что для уверовавших людей это очень трудный момент. И результат, Библия говорит, множество людей стали последователями Господа. Метод. Вы понимаете, люди, пережив опыт победы, когда Евангелие коснулось их, они начали делиться с другими. И оно пошло, распространялось. А теперь интересный текст. Луки 12 глава. С 8 по 9 стих в переводе МДР. Смотрите, какие интересные слова. Христос говорит. «Я говорю вам, любого, кто встанет и признает Меня перед людьми, Я, Сын Человеческий, признаю перед ангелами Божьими. Но любого, кто встанет и отвергнет Меня перед людьми, И я отвергну перед ангелами Божьими». И вот здесь в этом отрывке очень важно два момента. Первое. Многие переводы вставили слово открыто, признают. О чем это говорит? Поймите, нельзя у Бога верить только в душе. Вот этот текст говорит, надо встать. Убеждения должны быть открыты перед другими. Почему? Потому что и Христос тогда нас не узнает, если мы тихо, молча верим в Бога. Второй момент. Но даже если я и встал, открыто это сделал, нужно признать или исповедать свои убеждения. А вот здесь еще интересная вещь. Потому что дальше Христос говорит об отвержении. «Если я встал и сказал, что я верующий, а моя жизнь не соответствует этому, меня Христос отвергнет». Человек, которому я сказал, пальцем ткнет и скажет, «А ты какой?» Дело в том, что когда мы начинаем говорить о Евангелии, нести благую весть людям, вставать начинаем, открыто говорить людям, «Я должен так жить, моя жизнь должна соответствовать словам». И вот здесь существует две проблемы. Первая проблема. Когда я умалчу о своих убеждениях, то есть другими словами не проповедую. И вторая проблема. Когда я кому-то говорю о своей вере, но своей жизнью все перечеркиваю. Я отталкиваю людей от Бога, от церкви, от такой религии. И вот не менее важный вопрос, который тоже связан с темой проповеди. А кто должен проповедовать? Я бы хотел прочитать Луки 10.2 в переводе РБО. Он сказал им, «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву». Интересная мысль. Когда мы читаем этот отрывок, кажется, вот надо помолиться, пусть Марк Финли приедет, евангельскую программу проведет. Вот это слово «пришлет» или в греческом «экбала» в оригинале не имеет очень интересного значения. Выбрасывать, выкидывать, изгонять, извергать. Другими словами, поймите одну вещь. Вот когда мы начинаем молиться вот по этой рекомендации Христа, о чем мы молимся? Идея, которую сказал Христос. Идея не то, чтобы Бог кого-то призвал или прислал для евангелизации. Идея не о том, чтобы помолиться и проповедник, чтобы какую-то программу провел в церкви. Нет. Это даже идея не о школе Библии, которую сейчас организовывают в церкви. Это когда я стою на колени и начинаю молиться, чтобы Христос меня взял и выкинул. Выкинул туда, куда нужно. К тому, кому нужно. Кому я должен что-то рассказать. И здесь идет речь лично о каждом из нас. Давайте обратим внимание еще на одни слова Христа. Это Его прямая речь. 25 глава Матфея. 26 стих. «Тогда Господин ему ответил, негодный, ленивый слуга, ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал». И вот здесь интересные мысли по тексту. Очень интересные. Первое. Христос собирает урожай там, где работал не Он, а мы. Вторая мысль. Об этом знают все Его слуги. Третья мысль. «Если я ленивый слуга, то я злой». Обратите на это внимание. И это касается отношений как по вертикали, так и по горизонтали. Я бы хотел привести еще один пример именно на эту тему. От проповедника. Причем не теоретика, а самого большого практика на эту тему. Римлянам. Десятая глава. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен. Писание говорит, тот, кто верит в Него, не будет посрамлен. Это относится как к иудеям, так и к язычникам. Господь один у всех. Щедрый ко всем, кто к Нему взывает. Ведь каждый, кто воззовет к Господу, будет спасен. Но как воззовут к Нему те, кто Ему не верит? Как поверят в Того, о Ком не слышали? Как услышать, если нет проповедующего? И вообще, как будут проповедовать, если не посланы на проповедь? И Писание говорит, как прекрасно видеть ноги тех, кто несет радостную весть. Но не все приняли радостную весть, ибо сам Исаия говорит, Господь, кто поверил в вести, которую мы принесли? Итак, вера приходит, когда весть услышана, а весть слышат, когда о Христе проповедуют. Заметьте, спасение зависит от миссионерской работы и веры сердца, а не ума. Потому что вера сердца ведет к праведности, а свидетельство спасает. Спасает и меня, и того, кто меня слышит. Но для того, чтобы свидетельствовать, помимо всего пережитого каждый день опыта с Богом, нам нужно. Человеку нужен Господь. Если посмотреть, что это значит, это как господин, как хозяин, который нанимает нас на труд. Нужно призвание от него, конкретное и личное. Потому что, если это не произошло, нужно его пережить, просить об этом. Нужно посылание на труд. И туда, куда он видит. Нужно свидетельство, опыт и слово. И это все в сумме на выходе имеет. Веру у меня и у слушателя. Спасение меня и слушателя, кто откликнулся. И вот если мы со своей стороны все в этом вопросе сделали, то мы имеем полное право заявить, как однажды апостол Павел. 20 глава Деяний, 26-26, 27 стих. «Поэтому я объявляю вам сегодня, что не буду в ответе, если кто-то из вас не будет спасен. Ибо не колебался, проповедовал вам всю волю Божию, ничего не скрывая». Другими словами, апостол Павел истину донес в полном объеме. Но выбор делает каждый сам. «Потому что вечное Евангелие для человека уже прозвучало, а дальше сам человек ответственен за то, как он отнесся к тому, что узнал». Я недавно прочел одну очень интересную историю с интересным названием «Где тут церковь?» Я бы хотел поделиться этой историей с вами. «Сидит дед на лавке у забора своей хаты на краю села, греется на солнышке. Останавливается машина. Здравствуйте! Не подскажете, где у вас тут церковь?» «Церковь? А ты кто?» спрашивает ответ дед. «Я пастор из города. Прикласили вот у вас проповедовать». «А о чем будешь говорить?» «О Христе. Приходите, послушайте. И сколько слушать надо?» «Как сколько?» «Богослужения часа два». «Я не про то», махнул дед рукой. «Сколько лет слушать надо?» «Как сколько лет?» «А так, вот есть селяне, которые уже лет по двадцать слушают, а что они там слышат, не пойму». «О чем бы, дедушка?» «Как о чем?» «Рассказал бы ты им, что хватит уже разговоров. Научи один раз сказать словом, а сто раз делом, а то слушают чего-то, учатся, уже голова у них больше самой большой Библии, а село как гибло, так и гибнет. Больной старухе дров некому нарубить, из города таблетку аспирина дитю вдовы никто не привезет, улицы бурьяном зарастают, как в лесу, никто два шага за своим двором выкосить или вырубить не хочет. Замежу на огороде так скандалили, так и скандалят. Последнее качелье для детей было еще при коммунистах. Да и детей в селе осталось всего ничего. Твои только что самогон не пьют. Вот я и спрашиваю, а сколько еще разговоров, разговаривать будете, сколько еще песен споете? Может, вместо церковной таблички на воротах и правду церковь в нашем селе появятся христиане. Можешь ответить? Пастор смотрел в сторону, молчал. Ну, ладно, подытожил дед, езжай с Богом, на третьей улице повернешь налево, а там метров через сто увидишь домик с табличкой «Тебе туда». Ты это, не обижайся, если что, я ведь по-простому сказать хотел, что дьявол он больше вашего про Бога знает. А что толку? Его знания в одну сторону, а дела совсем другие. Нам бы как-то по-другому надо. Вы знаете, я когда прочитал эту историю, немножко грустно смотреть на вечное Евангелие со стороны окружающих людей вот в этой истории. Но эта история как зеркало того, а кто я в вопросе вечного Евангелия. есть о чём задуматься каждому из нас. И пусть оно звучит не в нашей церкви и даже не в нашей семье, а лично в моей жизни в первую очередь, чтобы это было реальным опытом каждого из нас. Я благодарен за то, что вы были со мной. Я благодарен за то, что Бог побудил зацепить вот эти темы. Пусть это будет размышлением для каждого из вас. До свидания.